В последних матчах регулярного чемпионата череповецкая команда принимала ближайшего преследователя Роскон Мордовия из Саранска. В случае двух побед Саранский клуб мог обойти череповчан в турнирной таблице. В первой игре гости мощно провели первую половину встречи. Им удалось создать неплохой запас в очках, который в дальнейшем они смогли удержать. Героем матча стал Павел Закамов, который начинал чемпионат еще в Северстале. Во второй половине встречи он набрал 16 очков, став самым результативным игроком матча. Роскон Мордовия выиграла со счетом 74-64. На повторную игру череповчане вышли предельно собранными, что было заметно с первых минут. Главное внимание было уделено обороне, и соперник по большому счету не справился в атаке с связкой и защитой хозяев площадки. И Павел Закамов, и лидер Саранского клуба Антон Агеев не смогли вообще набрать очков. А у Северсталя роль лидера взял на себя Сергей Захаров, набравший в итоге 15 очков. В итоге уверенный реванш Северсталя 57-44 и бурная радость после матча. Череповчане заняли пятое место. Радость вполне объяснима, потому что мы поднялись на пятую строчку, на пятую строчку, чего нам перед сезоном никто не предрекал. Нас зачислили в аутсайдеры, ребята доказали, что они команда, что они умеют играть в баскетово. Таким образом, в первом раунде плей-офф Северсталь сыграет занявший четвертое место в регулярном чемпионате командой «Тэм Сумс» из Ревды. Соперник довольно-таки серьезный, потому что там мы играли у них дома, у них и болельщики такие тоже заводные, будет тяжело. Но если соберемся, сыграем такую, покажем такую же защиту, как и сегодня, то я могу сказать, что у нас есть шансы пройти Ревду. Я считаю, что это очень умная, возрастная команда, опытная команда, хорошо распределяющая силы. И по результатам двух игр, конечно, будет нам тяжело обойти, но будем стараться, предложим максимум усилий. Четвертьфинальные серии плей-офф стартуют 18 апреля. Первые матчи пройдут на площадках команд, занявших более высокие места. 22 апреля ответные игры. Серии продлятся до двух побед.